Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампыри, из Финляндии. Как я поделила людей, как люди отдыхают? Ну, это мнение моё. Если вы напишите свой комментарий, я буду очень признательна. Ну и кто-то может сказать, что Оля не три серии людей, а я вот четвёртый и пятый ещё теорию вывел. Ну и, конечно, есть люди, которые очень хотят отдыхать, но вот эта жадность их, как говорится, губит. То есть на отпуск только дураки тратят деньги. Вот такую теорию один раз я услышала от мужчины и, конечно, поняла, что да, мужик заправляет вот всем этим баблом то, что жена заработала и то, что она заработала и то, что зарабатывает этот мужчина. Она только дурачьё тратит на путешествия, никому эти путешествия не нужны. Вложим в недвижимость и вот будем сдавать эти квартиры, из этих квартир, как говорится, копить и опять получать вторую недвижимость, третью недвижимость. И, казалось бы, двое детей тоже нужно на юг бы вывезти, к морю, к солнцу, вот к такому Д-витамину. Нет, конечно, экономия должна быть экономной. А вот это скупердяйство по-другому это никак не назвать. И я смотрю на эту загнанную лошадь, эту бедную женщину. Да, конечно, она вот такая зачуханная, нету блеска в глазах. Ну, если всё время работать и брать лишние смены, чтобы заработать эту копейку и чтобы вложить это в недвижимость. Да, очень плохой может быть конец. Отдыхать тоже нужно. Но вот это первая серия людей, которые отдыхать не могут только из-за того, что вот это жлобьё душат, что лучше вложить эти заработанные деньги в недвижимость, а путешествуют только дураки. Ну, и вторая серия, конечно, путешествовать люди любят, но жадность душит. Когда путешествовать? Ну, и многие путешествуют в несезон, потому что, конечно, это дёшево. Я один раз зашла вот на такой канал, где Дама показывает, и уже не первый раз путешествует вот такая гостиница. Ну, и гостиница полутёмная, вестибюль не освечен. Нет, не освечен, а как же лучше сказать? Ну, вы поняли, да, то есть такой полумрак в вестибюле. Ну, и правильно, зачем включать лампочки, чтобы, как говорится, горело всё, когда гостиница полупустая, потому что в несезон паркинг тоже полупустой. И когда дама пришла в спа, такой холод в этом бассейне. Ну, конечно, они снижают температуру. Зачем эту воду подогревать, если гостиница практически пустая? Зачем платить за электроэнергию? И она одна сидит в этой джакузи, снимает и говорит, что, конечно, холодновато. Да, всё понятно, экономия должна быть экономной. Ну, и многие говорят, что в несезон путешествовать здорово, во-первых, дёшево. Нету туристов в ресторанах, тоже не надо ждать полчаса, пока к тебе подойдёт официант. Ну, да, конечно, и так можно рассуждать. Но когда смотришь на меню, меню может быть одна десятая часть того, что в сезон подают. Ну, и такую пиццу можно съесть и дома, не обязательно выезжать куда-то, вот как говорится, за границу. Я всегда за то, что, ну, конечно, разумное потребление должно быть на последние деньги тоже, я считаю, что невозможно путешествовать. Всегда должна быть вот такая запасная подушка. Но путешествовать в несезон у многих, это, конечно, жадность, что вроде как хочется, но денег вот тоже заплатить не хочется. Ну, и поэтому в несезон путешествия, да, конечно, можно и у моря сидеть в шерстяной куртке и мечтать, вот если бы мы поехали через месяц или через полтора, здесь уже было бы лето, можно было загорать, лежать на шезлонге, пить пиноколаду и купаться в тёплом море. Ну, а вот сейчас приходится сидеть на этом грязном пляжу, как говорится, в шерстяной кофте, потому что мы приехали в несезон. Да, в несезон, конечно, отдыхать это ещё та, как говорится, засада. И почему я вот так рассуждаю, мы один раз попали в несезон, и меня это научило, ну, просто на всю жизнь, что когда ты куда-то собираешься, если ты тем более там никогда не был, ты вообще не знаешь, куда ты едешь, что ты едешь, чего ты едешь. Конечно, хорошо бы загуглить среднюю температуру и так далее, и так далее. Ну, и точно так же мы один раз попали вот на такие дешёвые путёвки в Грецию, глаза загорелись, руки потянулись, что как бюджетно можно в Греции отдохнуть неделю. Ну, и пошли в интернет, заплатили за путёвки, приезжаем. И, конечно, первое, что меня удивило, руководитель вот этой группы финской, с которой мы приехали в куртки с меховым бородником, куртка со смехом, как говорю всегда я, думаю, ну, может быть, действительно. Да, бывает, что днём вот так 30-35, а когда вечером солнце не светит, сразу температура опускается 10 плюс 15 градусов, конечно, бывает, что вот после этой 30-35 кажется, что холодновато. Особенно если ты сгорел, да, бывает, что вот сгораешь за первый-второй день, и кожа такая прям холодит, то есть тебя начинает кидать в такой, знаете, как говорится, озноб. Поэтому можно надеть действительно куртку со смехом. Ну, и когда мы приехали в гостиницу, это была уже тёмная ночь, конечно, мы ничего не видели, что в округе, единственное, посмотрели, лежаки вот стоят, бассейн есть, море видно, как говорится, из окна, то есть первая линия вот этого курорта. Ну, и я много раз кому-то отвечала, люди спрашивали, Оля, были-были в Греции, говорю, были первый раз, место Хания, вот такое маленькое место, к месту претензий нет, претензий к нашей глупости, что мы не загуглили, и мы поехали вот, как говорится, в несезон. Да, солнца нету, холодно, ветер с моря дует такое, что просто тебя пронизывает с, как говорится, до нитки. Бассейн просто холодный, его не подогревают только из-за того, что, конечно, ну, зачем подогревать, если вот один автобус туристов приехал, и пол гостиницы просто закрыта, туристов нет, сезон еще не начался, непонятно, зачем такие путевки они продают, но, с другой стороны, есть люди, которые путешествуют, вот в такой сезон у них проблемы, например, с сердцем, они не могут отдыхать, если там 30-35 жары, конечно, вот такая прохладная погода многих устраивает больше, но, опять же, мы хотим солнца, мы хотим загара, мы хотим теплого моря, мы хотим теплого бассейна, вот такая, как говорится, засада попалась нам. Ну, и когда загара нету, моря нету, пошли пройтись вот по этой улице, где наша была гостиница, идем, один ресторан закрыт, вот эти жалюзи натянуты вниз, белые металлические столики все перевернуты, и такой цепью вокруг, то есть просто, да, финита ля комедия. Дальше идем, магазины тоже закрыты, второй буфет точно так же, все вот этой цепочкой, эти столы перевернуты. Ну, и находим один магазин, пришли в этот магазин, как здорово нам попалась русскоговорящая девушка, которая замужем за греком, живет много лет, все нам рассказала, конечно, посочувствовала нам, что мы приехали. Вне сезон, конечно, все еще закрыто, они работают только из-за того, что вот у них, как говорится, магазин сувениров, тут же кожаные ремни, тут же оливковое масло в бутылках, тут же большая упаковка оливок и так далее, конечно, мы купили, ну, а куда, почему бы, как говорится, не купить. Ну, и она рассказала, что, конечно, делать здесь нечего, вот эта одна улица, и она нам посоветовала, вот на автобусную остановку, никакого такси брать не надо, доезжайте до города, там есть вот эта набережная, есть большие рыбные рестораны, хорошо вы проведете время, вот туда вы, пожалуйста, поезжайте и приедете обратно на автобусе, то есть никакая не проблема. Вот так мы на неделю попали в Грецию, в холодную, но нам повезло, несколько дней было, плюс, как говорится, тепло, полежали, належали на балконе, я загораю очень быстро, мне буквально два дня, и у меня уже такой свежий цвет лица, и я считаю, что нам просто, вот, как говорится, повезло, вот эти деньки, то, что было более-менее тепло, посидели под солнышком, смогли, как говорится, обветриться, и когда люди спрашивают, поехали бы в Грецию вы второй раз или третий раз, я отвечаю, нет, я не поеду только из-за того, у меня остался вот такой неприятный осадок после этого отпуска, что нам не понравилось, хотя к еде претензий нету, еда очень хорошая, я обожаю вот это все греческое, я обожаю фета, я могу вообще сидеть всю неделю, есть только оливки, я обожаю оливки, и когда приходишь в магазин, если ты думаешь, ну, я куплю каких-нибудь оливок, вот так, как говорится, свинцом на закусон, ты смотришь, у тебя глаза разбегаются, потому что оливки есть и в масле, есть и такие, сякие, и напичканные томатами, и напичканные чесноком, и будьте любезны, выбирай, что хочешь, и точно так же фета, есть фета вот для салата, есть фета, которая на закуску более твердой консенсации, такую, которую можно кусать, то есть фета, конечно, тоже на выбор, и я, когда рассказываю про это, что, конечно, если вот к еде, к еде претензий нет, претензий только вот к этому отпуску, ну, и, конечно, гостиница была неплохая, первая линия моря, ну, и когда мы пошли к морю, конечно, да, понятно, нет сезона, нет еще вот этих машин, которые проходят и чистят этот песок каждый вечер, чтобы убрать, не дай бог, какой-то окурок или какой-то фантик от конфеты и так далее, конечно, когда сезон начинается, пляж убирается совсем по-другому, пляж был вот такой, как говорится, я говорю, как Тухка Куппи, большая пепельница, кто-то сидел, курил, потушил в песок этот окурок, и все вот так это лежит, потому что нет сезона, то есть вот так нас встретила Греция вне сезон, и когда люди говорят, ой, мы отдыхаем вне сезон, потому что это так дешево, это бюджетно, мы экономим, ну да, можно, конечно, и в шерстяной кофте сидеть на пляжу и думать, что вот бы здорово, было бы тепло, я бы сейчас сидела в бикини, попивала пинаколаду и закусывала бы оливками, но вот так попали, да, такое тоже может быть, и наоборот, один раз нам повезло с погодой, мы были в Таиланде, многие помнят, я рассказываю, наверное, не один и не второй раз, мы любим на моё день рождения и на день рождения Кею куда-то поехать, то есть мы всегда пытаемся вот так отметить день рождения в путешествии, и мы решили на моё день рождения 26 марта уехать в Таиланд, ну и там, конечно, кто был в Таиланде, знаете, какая температура в марте, да, нормальные люди отдыхают в январе, но я ж не виновата, что я родилась в марте, и полетев в Таиланд в марте, там, конечно, 35 днём, а то и 40, и вот эта влажность, то есть ты вышел из душа, пока ты дошёл до лежака, чтобы раздеться и лечь, ты уже просто обтекаешь холодным потом, да, конечно, в гостинице, в магазинах, везде эти кондиционеры, это никакая не проблема, но ты выходишь на улицу, и вот эта жара с большим процентом влажности, конечно, просто капает с носа пот, но всё равно мы любим, чем жарче нам, тем лучше, мы обожаем с кею жару, мы переносим жару на уран, для нас никакая не проблема, конечно, лежать вот так на жезлонге, загорать, чтобы таяла наша сальце, то есть для нас никакая не проблема, ну и я, когда смотрю на финнов, которые полусиние, вот такие белые, приезжают в такие жаркие страны, без подготовки, то есть у них может быть очень, как говорится, крем для загара, но с маленьким вот этим процентом, то есть если я покупаю кею крем, я покупаю и 30, и иногда у него даже 50, который рассчитан для детей, если они купаются, этот крем мне надо постоянно домазывать, то есть я его мажу, вот как действительно ребёнка, кею имеет белую светлую кожу и сгорает очень быстро, и иногда даже если какие-то покраснения, я говорю, так, сегодня ты лежишь у нас в белой футболке, и в бассейн тоже в белой футболке, потому что много раз люди думают, ну я вот тут в море, как говорится, плаваю, что да, вода отражает солнце, и ты сгоришь просто на раз, два, три, когда ты придёшь и посмотришь на свою спину, на свои плечи, это, конечно, ужас ужасно, и один раз я видела, как у человека сгорели верх ушей, помните ухи, 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 да, вот в такой кепочке играл человек в гольф, а уши были вот так на кепочку, и вот это верх уха просто сгорело, да, я была в таком ужасе, никогда я не видела раньше, что уши могут тоже вот так сгореть, и теперь, конечно, когда я мажу кремом, да, я тоже, как говорится, прохожу все части, не то, что намазали грудь, нос, лоб, а остальное пусть, как говорится, сгорает, да, сгорать может очень быстро, и хороший пример, сейчас несколько дней тепла, но, конечно, да, когда ты делаешь работу, ты наклонился, шея остаётся белая, да, вот у меня хороший пример, да, когда ты лежишь, ты, конечно, закидываешь голову, совсем другой загар, но когда ты что-то делаешь, работаешь, да, конечно, загар тоже другой, ну, и опять же, возвращаясь к Таиланду, вот, две недели мы были в Таиланде, и каждый день жара, каждый день, вот такая сырость, но вечером прохладно, и много раз вечером или ночью шёл дождь, и когда ты открываешь дверь балкона, ты чувствуешь прям такой, знаете, как сквозняк, вот эта сырость, такая красота, но опять же, это нравится нам, ну, а многие уже просто не выдерживают, вот эту жару, вот эту влажность, то есть люди просто за две недели уже дохали и крёхали, что как здесь жарко, да, и после двухнедельного отпуска мы уезжали в Финляндию, этот сезон для финнов кончался, то есть Финляндия больше не продаёт путёвки в Таиланд после вот этого периода, и с нами улетали все работники вот этой гостиницы, которые встречают финских туристов, то есть вот эти руководители групп и гиды и так далее, улетали обратно в Финляндию, сезон заканчивался, и мы поняли, что да, вот эти две последние недели, это была последняя, то, что продавали путёвки из Финляндии, ну да, многие едут в Таиланд, и летом это никакая не проблема, ну 50 градусов жары, а что такого, но многие уже понимают, что это конечно отдых не в сезон, и поэтому нужно ли ехать, конечно самое шикарное, мы были один раз в Таиланде в январе, вот это отдых самый хороший для нас, самая хорошая погода, но опять же проблема, очень много финских пенсионеров, которые едут в Таиланд на 4 недели, вот эти путёвки были, да, конечно, они отдыхают, то есть полная гостиница финских туристов, можете себе представить, бабульки с дедульками, со слуховыми аппаратами, обсуждают, как они сходили в туалет, закрепила у них, или у них была лёюша, то есть это конечно отдых тоже, вот такой специфический, но опять же, ты никогда не знаешь, кто в твоей гостинице живёт, какие дистрибьюторы продают туда путёвку, в прошлом году были в Турции, 80% отдыхающих были из Польши, то есть тоже никогда ты не знаешь, с кем ты попадёшь отдыхать, мы отдыхаем всегда спокойно, ну люди, это ж не наши, как говорится, друзья, мы их видим первый и последний раз, как говорится, отдохнули и уехали к себе домой, и я думаю, наверное, третий ещё есть, вот такой, как говорится, такие как мы, конечно, отдыхать нужно с комфортом, можно экономить на чём-то на другом, но на отдыхе экономить нельзя, конечно, гостиницу нужно выбирать такую, чтобы тебе было комфортно, отдыхаешь ты неделю, отдыхаешь ты 10 дней, отдыхаешь ты 2 недели, а не так, как из этого юмора, раздевалка, как баня с этой стороны, а раздевалка напротив, то есть нет, конечно, такие гостиницы не для нас, где вот такое всё надо, знаете, как говорится, самим-самим, и когда люди показывают дешёвые какие-то хостелы из Испании, две звезды, где вот действительно это кухня, и нужно сходить в магазин, чтобы принести, приготовить завтрак, потом приготовить обед, эту посуду нужно мыть, и чуть ли не пол нужно мыть, потому что там нету вот этого персонала, который придёт, тебе всё уберёт, вынесет мусор, и ещё поменяют постель, чуть ли не каждый день эти новые полотенца и так далее, то есть да, в такой, конечно, гостинице люди, когда снимают, можно отдыхать бюджетно, но уже в каком возрасте такой отдых нужен, конечно, хочется отдыхать вот так комфортно, чтобы человек тебе принёс, если тебе что-то не хватает, ты позвонил в ресепшн, и, как говорится, те принесут лишнюю подушку, лишнее одеяло, поменяют полотенце и так далее, то есть никакая не проблема, и вообще мне нравится отдых all exclusive, то есть наливают, насыпают и накладывают с утра до вечера, не надо думать, ой, вот я сейчас проснулся, а время уже без 15.09, а в 9 кончается завтрак, ой, мы позавтракать не успели, обид только в 2 часа, вот нужно взять такси и поехать на базар, чтобы купить каких-то фруктов, нет, ну, без 15.09 ты проснулся до 9 или до 10, первый завтрак, потом начинается второй завтрак, после второго завтрака начинаются какие-то плюшки на пляжу, после плюшек на пляжу начинается обед, после обеда начинается дневной кофе, после дневного кофе опять какой-то перекус, всегда выставляются эти фрукты, соки и так далее, ну, и потом начинается ужин, и ночью тебя тоже накормят, потому что много раз люди приезжают и прилетают ночью, поэтому в ночь тоже какой-то буфет и ресторан открыт, да, там, конечно, нету напитков, там только вот такие закуски, если ты действительно ночью прилетел, ты можешь прийти в этот ресторан, поесть салат и попить горячего чая и пойти, как говорится, на боковую, ну, и если алкоголя тебе не хватает, всегда есть этот холодильник, мини-бар, там, можешь позвонить в этот ресепшн и заказать спаркли вайн, красного вина, ред вайн, что ты пьешь, принесут никакая не проблема, потому что это, ой, эксклюзив, и много раз я смотрю, что людей вот эта жадность набрать этих коктейлей, фруктов, просто, как говорится, у них непонятка, что это не кончится, ну, не съешь ты столько, сколько ты набрал и на следующий день всегда выносят эти тарелки с мусором, уже мошки летают над этими фруктами, эти сливы надкусанные и так далее, и точно так же эти коктейли недопитые, всегда ты видишь, когда уборщица выносит их из номера, ну, зачем брать больше, чем ты съешь, ты прекрасно понимаешь, не выпьешь ты 25 этих коктейлей, но если ты выпьешь один или два, ну, возьми один или два, ну, если ты съешь одно яблоко, ну, зачем набирать целую тарелку этих фруктов, ты не съешь это, и потом это выносится, я всегда за то, что разумного потребления, хоть бы как бы это, о, эксклюзив не было, ну, зачем, как говорится, это брать, нет, лучше вот меньше, ну, и всегда можно, как говорится, пойти в тот же ночной ресторан, если ты проснулся, и тебя гложет, что что-то как-то мало съел, не уснуть, в животе бурлит, но одел тапочки, халат спустился, взял полу бутерброда, в горячего чаю, попил, поел, как говорится, большое спасибо сказал, и пошел обратно спать, то есть все для народа, все для посетителей, и никто не смотрит, пошел ты поесть два бутерброда, или пришел ты просто за кружкой горячего чая, потому что от кондиционера у тебя болит горло, ну, и много раз в этих номерах есть еще этот, как называется, в Эденкейте чайник, то есть ты можешь сама этот чай сделать, никакая не проблема, и они приносят всегда эти пакетики, тоже докладывают хоть 25 штук, будьте, как говорится, любезны, вы за это заплатили, народ, напишите комментарий, вот я привела три случая отдыхать, не надо все бабло, вкладываем в недвижимость, ну, детям останется, в принципе, да, если ты сам не успеешь воспользоваться этими дивидендами, которые ты получаешь от этих квартир, ну, второй, вот, действительно, чтобы главное было дешево, то есть, да, вне сезон, вне сезон, в шерстяной кофте, на пляжу, ну, и третье, вот, действительно, что лучше сэкономить на чем-то другом, и отдыхать вот так, о, экслужив, что пришел, и все включено, то есть не надо заморачиваться, что где-то что-то, чего-то нужно поехать купить, чтобы тот же завтрак, вот, как говорится, приготовить, чтобы мужу подать эту кашу с хлебом и с молоком, да, вот такое, как говорится, есть, пожалуйста, напишите комментарий, будет интересно почитать, ну, и если еще кто-то выведет какую-то четвертую или пятую серию, будьте, как говорится, любезны, очень здорово, я могу даже этот комментарий закрепить, если действительно есть еще вот такие люди, про которых я не говорю, подписывайтесь, не хворайтесь, с вами была Оля из Тампы, из Вилляндии, всем физкульт привет, и в конце, конечно, что у меня на голове, на руд, помните, в мини-мане были распродажи, ободки по еврику, вот тетя Оля купила, вот такой черный ободок, мне кажется, вот с таким хвостом, ободок, платье у меня из-за линдекс, многие помнят, что я обожаю вот такую тонкую вискозу, на лето самое то, и, конечно, сейчас, когда у нас потеплело, хочется холодного сока, хочется холодной воды со льдом из холодильника, и сразу говорю, это бьет по горлу, то есть многие сейчас напишут, Оля, вы гуляли, вы пропили голос, нет, народ, я голос не пропила, но вот действительно, когда тепло, хочется какой-то холодной воды или сока, и сразу я чувствую, что, да, горло вот такое, у меня не было никогда вот такой проблемы от холодного питья, проблема появилась после того, как я переболела вот этим насморком, да, я заметила, что организм немножко изменился, и иногда кажется так, что даже вот холодная какая-то еда не совсем мое, то есть лучше, вот действительно, если даже какой-то салат или югурт ты достаешь из холодильника, лучше поставить, что поставить вот на стол 15-20 минут, комнатной температуры лучше съесть, чем вот действительно холодный из холодильника, не хворайте.